Давайте посмотрим, как устроен другой проект. Он был важной вехой в развитии мультимедийного сторителлинга после Snowfall и New York Times. Таким мультимедийным ответом на историю про снег стала история про огонь со стороны редакции газеты Guardian, издания Guardian. И посмотрите, как совсем по-другому структурирована история, как совсем по-другому она подана и организована. Если вы помните, в Snowfall очень и очень мелкий шрифт, большие такие блоки текста, которые сопровождаются мультимедийными элементами. Здесь же мы видим фактически журнальную верстку и журнальную организацию материала. То есть пользователь может сам переключаться, он может эту историю читать не обязательно линейно. Конечно, он может ее листать, он может посмотреть, как эту историю подает сам автор, как редактор, в каком порядке какие блоки выдаются. Но, тем не менее, он достаточно просто может переключиться с одного фрагмента на другой. Точно так же, как и в Snowfall, здесь нет четкого переноса из печатного, либо из телевизионного формата в мультимедийный. То есть это переверстка, перемонтаж специально под мультимедийный проект. Нет никаких заставок, нет никакого закадрового авторского текста на видео. Есть интершумы, есть врезанные видеоцитаты. И это погружает нас в тему лесных пожаров и тех людей, которые живут в тех местах, где пожары случаются очень часто. То есть вот совсем по-другому структурированная история. Она основана и начинается она с документальной фотографии. Это реальная фотография реальной семьи, которая спасалась от лесных пожаров. Вы там в этом проекте найдете и инфографику, и тексты, и интервью, и объяснение, как с этими пожарами борются и как жизнь этого сообщества организована в этой местности. Ну вот вы сами определяете, вы сами выстраиваете свой сценарий взаимодействия с этим проектом. То есть вот от линейного сторителлинга New York Times Guardian отказывается в пользу таких закладок, интерактива и свободы пользователя в взаимодействии с материалом.